Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают У природы нет плохой погоды Просто была зима, мы мерзли Теперь другое время Каждое время хорошо, но Сейчас пришло это Оно тоже хорошее Это стало все-таки главным событием Ни какой-то там, ни репетиция новых Может быть ролей Не знаю, я думаю, что человек должен стараться Получать не то, что удовольствие А видеть что-то жизнеобеспечивающее Или жизнеутверждающее В очень простых вещах Иначе так вся жизнь пройдет в стремлении К чему-то важному, а она пройдет А мы вот сейчас, в эту секунду живем Понятно Ну тогда, наверное, и мне кажется Может быть вам будет близок И следующий вопрос Вот совсем скоро 8 марта, буквально завтра И это тоже первый Такой весенний праздник женский Как поздравляете? Может быть поздравили уже своих коллег по цеху Может быть близких своих? Ну, взаимоотношения в коллективе Так же, как и, не знаю Ну и вообще взаимоотношения Возможно же на самом деле любить всех Одинаково Конечно Конечно, есть девушки, которые ближе Ну, девушки-друзья Или девушки-девушки И просто девушки То есть в коллективе это Метримониальный праздник Женщины поздравляют мужчин 23-го Восьмого мужчины женщин А тех, которые ближе Тоже, да, поздравили Уже поздравили Поздравили Ну, я не знаю Может быть это будет не скромно А может быть вспомните Когда-нибудь что-то такое необычное Какое-то поздравление делали Не знаю, свои любимые, свои подруги Или как бы все традиционно Цветы, конфеты Все традиционно Балконы, сирени Балконы были все-таки, да? Ну, конечно, когда были помоложе Все глупости Весь перечень Студенты денег нет Крали из клумб Все что угодно делали Пели сиренады Пели, пели Мучили соседей Лазали по трубам Все это было Ну, как-то в прошлом, да? Уже Не жаль? Да нет, ну, всему свое время В этом времени тоже есть много интересного Понятно, спасибо Я думаю, что мы еще женщин поздравим С наступающим праздником С удовольствием На этой неделе стало известно Что две крупные оптовые компании Алтайского края Которые занимаются реализацией сахара Обвиняются в нарушении Антимонопольного законодательства Якобы в конце 2014 года Руководители компании Договорились между собой Об искусственном увеличении цены На сладкий песок По признакам нарушения Возбуждено административное дело Подробности у Ольги Калачевой Окончательный вердикт Был ли факт нарушения Антимонопольного законодательства Или все-таки нет Должна вынести специальная комиссия Ее заседание запланировано На середину марта Напомним, в конце прошлого года Стоимость сахара Внезапно взлетела до небес Для сравнения В октябре килограмм сладкого песка Стоил от 28 до 36 рублей А уже в декабре В некоторых районах края За тот же объем Жители платили в два раза больше Когда будет установлен Факт нарушения Антимонопольного законодательства То в этом случае К хозяйствующим субъектам Могут быть применены Меры антимонопольного реагирования В части наложения Административного штрафа Штрафы за такого рода нарушения Достаточно большие От 1 до 15% Выручки хозяйствующего субъекта За предыдущий год Аналогичные проверки Сейчас проводятся В отношении оптовых компаний Которые реализуют Белокочанную капусту И свежемороженную рыбу Поскольку в последнее время Жители Алтайского края Все чаще жалуются На необоснованный рост цен На эти продукты питания Ольга Калачева Информационный канал Город Подросли цены не только на сахар Но и на многие другие продукты У меня на прошлой неделе В гостях была художник Юлия Кикоть Так вот, естественно, я задала ей Практически тот же вопрос Который задаю практически все В последнее время Как живется художнику Да, вот сейчас То есть подражали там, может быть, кисти, краски Но она сказала, что в принципе Не все так плохо Он хотел спросить Как живется актером Как-то, я не знаю, может быть, стали меньше ходить на спектакли Горожане или нет Дело в том, что наша зарплата не зависит, видимо От наполняемости зала Нам платит зарплату федеральное правительство А повлияло, не повлияло Ну, повлияло, продукты подорожали А зарплата осталась прежней Ну, об этом уже много раз говорили Что актеры, тем более в провинциальных театрах Получают, ну, немного денег И способов, и возможностей Как-то, ну, приработков Не так уж и много И они тоже, ну, мизерная плата Ну, что Как в анекдоте, наверное, будем меньше есть То есть все-таки так, да? Ну, вы же сами знаете, что существенно продукты подорожали Нет, это я, да, это я знаю То есть я и говорю о том, что не только сахарные Все остальные продукты подорожали Вот что касается дополнительных заработков Получается, что тоже сейчас нет такой возможности? Ну, кто-то изыскивает Потому что вынужден бороться за существование Хотя, на мой взгляд, это пагубно Человек должен заниматься только тем, чем он занимается Хорошо бы, чтобы за это хорошо платили Иначе все люди будут заниматься тем, за что хорошо платят Но не своим делом Ну, все-таки за то, чтобы зарплата немножечко менялась, я так понимаю В театре В кризис или не в кризис? Лично я стараюсь вообще об этом не думать Потому что буду я об этом думать, не буду Ситуация не изменится Я просто буду тратить свою жизнь на ненужные мысли Понятно Ну, я все-таки надеюсь, что Несмотря на тяжелую ситуацию Вы настроены позитивно Как и ваши коллеги Конечно Наше дело работать А платить нам деньги Это дело других людей Спасибо Еще одну важную тему Обсуждали на этой неделе в мэрии В каждом пятом дорожно-транспортном происшествии В Барнауле участвует общественный транспорт Как заставить водителей бережнее относиться к пассажирам И свести к нулю тревожную статистику Ответ на этот вопрос искали в среду 23 января на космонавтов Лиас выскочил на встречку авария За день до этого на Павловском тракте 17-й отправил в больницу 7 человек 16 февраля автобус и вовсе переехал пассажира ДТП с общественным транспортом В январе-феврале все чаще стали звучать в полицейских сводках За указанный период 2015 года Зарегистрировано таких 38 дорожно-транспортных происшествий С участием пассажироперевозящего транспорта Рост составил 73% к 2014 году В которых один человек погиб И 49 получили травмы В мэрию регулярно поступают звонки С жалобами на поведение пассажироперевозчиков Одни высаживают посреди дороги Другие после 8 вечера уже не ходят Многие водители курят за рулем Секретами того, как привить дисциплину С коллегами поделился Олег Бесчастный Взять даже курение Мы при приеме на работу У нас первый пункт в приказе Это принять на работу Второй пункт, что за курение на рабочем месте Расторжение трудовых отношений Предложение одного из ведущих пассажироперевозчиков Понравилось представителям власти Петр Гладышев отметил, что в связи с ростом аварийности В Дорожном комитете разработан план действий Одно из которых – это увеличение числа проверок Специалисты комитета теперь большую часть времени Будут проводить за пределами своих кабинетов Подготовлены предложения И сегодня вносятся изменения в договора По ужесточению требований перевозчиков Значит, если они не будут выполняться Мы это уже практикуем У нас несколько перевозчиков по нашей инициативе Скажем так, сошли с дистанции В завершении встречи была затронта тема празднования Дня Победы Помимо прочего, пассажироперевозчики Обсудили идею сделать с 3 по 12 мая Проезд для ветеранов войны и их сопровождающих бесплатным Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал «Город» Сергей, я сама была в такой ситуации Когда зимой водитель автобуса остановился До остановки было метров 15, наверное И сугробы огромные, скользко Люди вышли кое-как Не знали, куда пойти, в какую сторону Ну, то есть было мало приятного И все хотели жаловаться на этого водителя И даже, я думаю, пожаловались Не знаю, как это повлияло Вот что касается общественного транспорта Во-первых, бываете ли вы, ездите ли вы на общественном транспорте И как вы считаете, насколько у нас все хорошо? Насколько вежливы водители? Насколько кондукторы? И что бы хотелось, может быть, изменить? Конкретно про барнаульский городской транспорт Я не могу что-то такое сказать, потому что мало Я, благо, живу от театра очень близко А вообще, ну, со мной был примерно, как и ваш, или как в сюжете случай Один маршрутный автобус подъехал впритык к другому Обзор закрыт Здесь пешеходный переход нерегулируемый Я пошел, вышел и был сбит машиной У вас даже такая была ситуация Да Ну И чем это закончилось? Ну, видите, я сижу, все нормально Ну, вы да У меня ничем не закончилось Ну, водителя как-то наказали, или кто вы в этой ситуации был? Не знаю, вряд ли не стали раздувать эту ситуацию И я был не склонен Дело не в этом Дело в том, что Что за люди попадают за руль? Я представляю муниципальный транспорт Опять же, вопрос оплаты Вопрос рынка Нужна ли эта профессия? Ну, нужна-то это точно Ну, а почему мы замечаем? Я не знаю, по Барнаулу говорить не буду Но в других городах я очень часто вижу, например, водителей Это, ну, мягко говоря, люди абсолютно непрофессиональные за рулем А, я жил в Махачкале, в Дагестане Вы можете представить себе, какие там водители? То есть, светофор — это просто украшение улицы Правил нет никаких Я два раза попадал, прям будучи в автобусе, в аварию И это в порядке вещей Ну, это просто развлечение — попасть в аварию там Потом эти же самые лица я вижу уже на территории других городов Они переехали из Махачкала? Да, и думаю, рано или поздно в этих городах Светофоры превратятся просто в декорацию, в декоративное украшение А аварии будут также развлечением Или рано или поздно они доберутся до Барнаулы эти водители Доберутся, доберутся Ну, вы видите, какой выход в этом? Не знаю, какие-то принимать более... Ну, не знаю, экономически стимулировать, не знаю, контролировать Но ведь есть же какие-то там, не знаю, службы, да Которые за это отвечают Как-то должны это, ну, как-то, как называется Профилактику какую-то устраивать Именно человеческую даже А то потом скажут, да, автобусы старые и прочие виноваты автобусы Я думаю, в первую очередь человек за рулем Должен отвечать за то, что он сел и везет сзади людей Ну, нет, я-то с вами согласна Но я поняла, судя по Махачкале, что в Барнауле у нас более-менее даже спокойно еще Пока, да Мы продолжим 6 марта в Алтайском крае в Барнауле снят карантин по гриппу и ОРВИ Решение приняли в региональном управлении Роспотребнадзора Об этом не только расскажет Ольга Калачева Ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в Барнауле были введены 30 января Спустя три дня аналогичное постановление было подписано в отношении всего Алтайского края За прошлую неделю с симптомами ОРВИ в поликлинике края обратилось 25 тысяч человек В Барнауле порядка 8 тысяч Но первые четыре дня этой недели в корне изменили ситуацию Поэтому было принято решение об отмене карантина После 15 марта Следственный комитет даст оценку событий Которые произошли в середине февраля в 101-м Барнаульском лицее Напомним, несколько учащихся пятых классов Тогда были доставлены во вторую детскую больницу с признаками отравления Но позже, после проведения лабораторных исследований Версия врачей не подтвердилась В данный момент все девочки приступили к занятиям Судебно-медицинские экспертизы продолжаются А в медицинском университете всю эту неделю занимались распределением выпускников В среду, к примеру, в интернатуру поступали студенты педиатрического факультета В этом году их около ста И практически все трудоустроены в государственной поликлинике больницы нашего края Между тем, на Алтае по-прежнему не хватает врачей Поликлиники Барнаула укомплектованы лишь на 75% В селах кадровая проблема не стоит так остро В решении помогает федеральная программа «Земский доктор», которая гарантирует получение миллиона Их надо административно, наоборот, укреплять, эти распределения Потому что, если его государство проучило То, конечно, он должен какой-то срок времени Пусть будет это два года, пусть это три года После, по окончанию интернатуры, отработать на рабочем месте Ольга Калачева, информационный канал, город Здесь распределяли ребят, медицинских работников Я знаю, что вы тоже, вы уже сказали, что вы были и в Махачкале, и в Новокузнецке Я знаю, что вы не из Барнаула И как вот сюда вас занесло вновь к нам опять? Может быть, первый раз, как второй раз? Ну, первый раз это прям непосредственно после Новосибирского театрального училища Нет, оно было в училище еще в том году, когда я выпускался Но оно уже было весьма условным То есть больше даже люди имели какие-то перспективы попасть в какой-то театр А училище пользовалось это тем, что якобы оно их туда распределило Ну, система рушилась А мне повезло, потому что были ребята, которые ушли из училища Ну, в смысле, выпустились раньше меня и уже нашли работу И они познакомили меня с тогдашним директором И все, мы обговорили все, что нужно, я приехал сюда работать Но вы работали вот во многих местах Почему опять вернулись в Барнаул? Я не знаю, я не могу ответить Я не планировал, никогда не думал Ну, так сложилась жизнь Ну, сейчас я рад, что все так произошло Ну, так случилось Не жалеете об этом? Нет, нет Ну, и тогда еще такой вопрос Может быть, хотели, мечтали где-то работать, но не сложилось В каком-то театре, в каком-то городе? Ну, одно время, когда был помоложе, да, поамбициознее Я два раза поступал во ВГИК Хотел стать кинорежиссером, но потом успокоился Не вышло и... Дважды не прошел творческий конкурс Ну, объяснял это чем угодно Что все куплено и прочее Ну, не важно, не судьба Ну, сейчас вы довольны, я так понимаю, да? И драмтеатр это вот как раз... Ну, я думаю, что человек заслуживает того места, на котором находится Как-то лишние желания только отвлекают В принципе, может быть, центр мира там, где ты стоишь, если ты так решил Вы сосредоточены сейчас именно в этом центре Да Всемирный день писателя на этой неделе Только в нашем крае официально отмечали 60 поэтов и прозаиков А в колледже культуры показали шинель Елена Кузовкина напомнит о некоторых событиях культурной жизни Барнаула В Краевом колледже культуры на этой неделе состоялся настоящий праздник Так называют дипломный показ студентки 4-го курса театральной специализации Ольга Жирова для работы выбрала довольно серьезный литературный материал Шинель Гоголя В качестве исполнителя пригласила людей с ограниченными возможностями здоровья Поначалу возникали сомнения, но результат порадовал всех В музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая не выставка, а загляденье Преподаватель Барнаульской детской школы искусств номер один Светлана Малыхина От весны до осени рисовала живые цветы Работ здесь немного, всего 16 Выполнены акварелью, гуашью, пастелью и маслом 3-го марта отмечали Всемирный день писателя В край этот праздник с полным правом могут отметить порядка 60 поэтов и прозаиков А также сотни тысяч читателей Что касается произведений, которые пользуются наибольшей популярностью у читающей части страны То согласно данным в ЦИОМ, это женские романы и книги о любви Мы поинтересовались у горожан, что они любят почитать Тихий дон поднятый, целина, это знаете, как уже у нас было в молодости, в школе Мы все этим были, все захвачены Последнюю книгу прочитала Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков» Ну, понравилось Закончил «Каменный пояс» читать Федорова На меня произвело впечатление произведения Достоевского «Преступление и наказание» Я его читал в книгу, ходил в театр и видел экранизацию Сергей, ну вот отмечали День писателя Выходили мы на улицу, спрашивали людей, читают они, не читают Вы находите время, может быть, для чтения книг Есть ли любимые писатели, может быть, современники, может быть, все-таки классические писатели? Ну, на мой взгляд, мы, в принципе, учителя так говорили Не то, что находить время, это как бы моя профессиональная обязанность Читать Я понимаю, да, это надо роли читать Да, и вокруг ролей, и прочее, и прочее, и прочее А что касается любимых писателей, ну, у меня с книгами вообще интересное взаимоотношение Я, как правило, никогда не читал то, что мне рекомендовали А то, что я читал, или то, что мне нравилось, или то, что становилось настольной книгой На долгий период моей жизни, оно попадало ко мне в руки совершенно случайно А перечень, ну, писатели, это хрестоматийный совершенно перечень Я их начну называть Ну, хотя бы парочку Чехов, Ремарк, я не знаю, поэтов люблю Да много, да мне все нравится Все, что такое достаточно значимое, классическое, что занимается общечеловеческими вопросами Вне временными, не актуальное, а вечное И серьезное, мне нравится Ну, значит, назвать какого-то вот одного, да, там, любимого, поэта, или... Я по этому поводу все время говорю Скажите, кого вы любите больше, папу или маму? Каждый, ну, как бы, любим в своем качестве, в своем лице, в своем отношении к жизни Понятно Ну, а далее новости спорта, о которых нам расскажет Юрий Борлис Хоккеисты Алтая закончили регулярный чемпионат достойными результатами Обыграв 3-1 Мордовию из верхней части турнирной таблицы РХЛ Заработали очко в повторной встрече, уступив лишь по булитам 2-3 По итогам регулярки наши хоккеисты отстали на одну очко от Сокола Заняли восьмое место Соперником в плей-офф будет Славутич Первые матчи состоятся в Смоленске сегодня и завтра Ответные в Барнауле 12-13 Семь новых футболистов в Барнаульском Динамо Трое – это парни 97-го года рождения из клубной спортивной школы Центральный защитник Шпет Полузащитник Виктор Липин также Нападающий Цыганов, воспитанник зенитовской школы Поиграл в ФНЛ за Енисей Всем болельщикам известный Иван Старков Решил вернуться в Барнаул, закончить здесь карьеру Но на какие деньги Динамо их заманило? Ведь клубу скостили бюджет 2015 в половину Мы как-то уже привыкли, что вроде бы 10 тысяч уже не деньги, да? Как бы в футболисте 10 тысяч не А с другой стороны, ведь у нас население То у нас средняя зарплата-то какая в Алтайском крае Наверное, 10 есть там или сколько, я не знаю, даже 12, может быть На одного соперника меньше у всех участников грядущего полуфинала Уфимские волейболисты отказались от поездки в Барнаул по финансовым причинам Теперь аннулированы результаты всех матчей, сыгранных Башгау в первом полуфинальном туре в Казани Матчи нашего универа в 6 вечера, начиная с 10 марта Два выходных за 6 дней, это многовато Только здесь есть сожаление Юрий Борлис, информационный канал «Город» Сергей, ну я всегда считала о том, что актеры, будь то женщины или мужчины Обязательно должны быть физически подготовлены Потому что, ну, мало ли какую роль придется сыграть Потому что предлагаю же всякие разные роли Согласны ли вы со мной? Наверное, согласен, но на деле обстоит все немного не так, конечно Но тело, все-таки материя и тело не первичны Особенно в русском драматическом театре все-таки первичен дух Было бы неплохо, чтобы любой человек был здоровым, занимался какими-то физическими видами спорта Но вы спортом занимаетесь или, может быть, болеете за какие-то команды? Я, к сожалению, малоподвижный предпочитаю, там, боулинг, бильярд, покер и прочее Не болею вообще ни за что Мне, за редким исключением, ну и когда помоложе был, там, болел за сборную России Когда нам, или Советского Союза Любую? Ну да, именно когда наши против них были А потом со временем это все остыло Понятно, Сергей, заключительный вопрос Ваши планы на следующую неделю? Или не строите? Каких-то глобальных планов? Я не строю, но будет в понедельник как раз же межтеатральное соревнование по боулингу В котором и наш театр, команда нашего театра будет принимать участие Ну вот, планы победить, конечно же Ну так вот, есть все равно спортивный азарт какой-то Ну а как, зачем? Какой смысл участвовать в соревновании, если не побеждать? Ну и я вот, конечно, не знаю, приятно вам, не приятно Я вас с наступающим днем рождения поздравляю Потому что знаю, что у вас на следующей неделе еще и день рождения А сейчас хотелось бы, чтобы вы поздравили наших женщин, наших зрительниц с наступающим праздником 8 марта К сожалению, ну не знаю, насколько это оправдано Мы, мужчины, очень редко поздравляем наших женщин с праздником Вот 8 марта, 8 марта Я бы хотел, милые наши дорогие, любимые Чтобы сегодня мы нашли в себе силы и совершенно искренне, без всякой памяти о том Что когда-то кто-то нас там обидел или повел себя не так Или сказал что-то не то Просто представил на секунду, что вас нет Испугался этого После этого сказал много хороших и добрых слов Почувствовал, как я после этого ему хорошо И впоследствии делал это как минимум каждый день Замечательные слова Спасибо вам большое, Сергей Спасибо, что вы к нам пришли Вам спасибо А я напоминаю, что гостем нашей студии Сегодня был ведущий актер Краевого драматического театра Сергей Стасюк Впереди целых три выходных Девочки, девушки, женщины, мамы, бабушки Всех еще раз с наступающим праздником Любви, счастья, весеннего настроения и моря цветов вам До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok